Здравствуйте, дорогие друзья! 113-й псалом. Очень серьезный псалом, мистический псалом. Начнем с того, что до 113-го до 118-го это аллель. Это прославляющие те стихи из псалмов, которые мы читаем в праздники, в Рушходыш и так далее. Одно это, что 113-й начинает вославление царя, это уже показывает, что очень и очень сильный псалом. Вообще идеологически такой, если можно так выразиться, суть этого псалма, это в том, что только мудрецы умеют видеть повседневные чудеса, распорзнувая в каждом самом маленьком обыденном событии руку Творца. Ну, вернемся к нашему псалму. Итак, второй пэрик, здесь еще более, это Кадыш. Кадыш знаменит Кадыш, Ихиш, Мея и так далее. «Да будет имя Господа благословенно отныне и вовеки». Это повторяется. Любой человек, связанный с еврейской литургией, он повторяет это много раз. Вообще в этом посылке царь Давид произносит вот главные слова Кадыша, и он первый это произнес. И написано, что это очень мистическая вещь, что в дальней, в будущем, когда будет произнесен уже придет Бог, все раскроется, Машех, написано, что даже когда скажем будет Кадыш, даже грешники ответят «Амин» из генома, и Бог скажет ангелам, что кто это там, поднимите их, и так далее. То есть прекращение мучений в геноме, приход нового мира, все связано с этим псалмом. И Кадыш читает по душам ушедшим в другой мир. И человек обязан, если его родители ушли из мира, год первый читать этот Кадыш. И мудрецы написали, что именно вот эти слова Кадыша, особенно, да, они побуждают Божие милосердие, Архамим. И когда, особенно в общине, много людей, это очень много. Что еще? Кадыш, кстати, читается между основными разделами молитвы, поэтому каждая часть написал Виталь, Хам Виталь, это знаменитый каббалист, каждая часть этого Кадыша связана с определенным небесным дворцом и облегчает подъем из одного мира в другой. Это очень большая мистика, поэтому к тринадцатому псалму написано, что надо серьезно освободиться. Ну, а Кадыш, я уже сказал, не только помогает освободить душу от генома, но и помогает подниматься вверх. Кстати, обратите внимание, это возвышает все души, даже праведных. Именно поэтому говорят даже в субботу, хотя в субботе геном, как говорится, не работает. Сто тринадцатый псалом для защиты от идолопоклонничества. Что имеется ввиду? Когда тебя склоняют какие-то там, ну, скажем, влево-вправо отойти от религии, знай, что этот псалом очень помогает. В этом псалме еще есть девятый пэрок, мать детям радующаяся. Она подчеркивает, что женщина основа дома. Написал Любавич Киребе, цитирую эту фразу, что все руководство в доме зависит от жены. Будет ли кухня кошерной зависеть от нее? Муж не управляет кухней. Если жена хочет соблюдать кашрут, то мнение мужа по этому поводу не имеет никакого значения. И по многим другим вопросам. Жена это дом. И жена, если не согласна, муж может ходить в синагогу, участвовать в общественной жизни 30 лет. Но это никак не повлияет на семью. Все зависит от хозяйки дома. Есть еще одна мистическая вещь. Рава Ицкаха Кадури, связанная с этим псалмом. Он с этим псалмом делает тикун Акешер. Исправление связанное. Есть такая вещь, которая можно, ну это мистическое, еще можно, так сказать, как это сказать, заговорить людей, что молодые люди не могут, женясь, находиться в физической близости с друг другом. Виталь писал, что это с ним произошло. Как действует это? Рав Кадури говорил, что надо взять миску с не очень теплой водой, приготовить 70 монет по одному шекелю, заранее их вымыть. Потом прочитать в 113 и так до 118. И когда дошел до 118 псалма, надо бросать мисочку по одному шекелю 70 раз и повторить одну и ту же фразу. Она данная шея. И 70 раз это сделать. Потом взять стакан, набрать воды из этой миски, сказать шеакольба, выпить, а и оставшуюся вылить на себя сверху донису. Утром после этого читают Брхат Ашахар и Тегилим 128. И просят Бога помочь. Написано, что это мистически действует. Последнее, что есть про наш псалом, чтобы найти свое предназначение, написано в древних книгах, читают этот псалом. Судьбу и предназначение. Читайте, находите. Брахава и Ацлахар.